Доброе утро, друзья! Сегодня пятница, и я сейчас еду в метро в агентство делать свои снэпы. Доброе утро, друзья! Сегодня у меня реально бешеный день, и первое, что мне нужно сделать, это пойти и пострить свои волосы. Стрегли. Вот теперь у меня здесь вот так вот прямое по грудь. И я сейчас иду на гоу-си. Просто иду и радуюсь, потому что у меня сегодня целый день забит всякими делами. А вчера и позавчера у меня был выходной. Итальянцы у них действительно в субботу и воскресенье у них выходной. Вот мой прекрасный дом, он уже на подходе. А еще Милан очень стильный. И очень много людей в черном. Только сейчас что-то меня все подводят. Сейчас что-то все не в черном, но вообще очень круто. И мы пришли к дому. Я это просто обожаю. Эту площадь, это просто нечто. Но я думаю, когда у меня будет свободный день, точнее не просто свободный, когда я себя заставлю наконец-то выйти из дома, то я вам покажу всю красоту этой площади. Здесь садочком еще есть музей. Музея Дель Новая Санто. И еще вот там арка. И в этой арке... Да. Там туда приходят в основном, чтобы пошопиться. Ну, и там очень здоровская и дорогая одежда. Я сейчас стою на остановке и жду свой автобус, который приедет через две минуты. Вот в Милане есть такие интересные таблички, и где пишется номер автобуса ваших. И я дочком пишу, через сколько минут он приедет. И я только что сделала снэпы. На самом деле снэпы... Вот, делать снэпы, это мой самый ненавистный день. Я просто ненавижу делать снэпы. Вообще, если вы не вкусите такое снэпы, то я сейчас вкратце расскажу. Я, кажется, уже об этом рассказывала, но расскажу еще раз. Снэпы, это когда девочка без макияжа стоит в белье или в купальнике на каблуках. И просто... Ну, просто чистый холст. И вас так фотографируют в профиль, в анфас, 45 градусов, сзади, чтобы видеть, с чем можно было работать. Снэпы обычно девочка делает перед тем, как должна приехать в какое-то место, перед контрактом у себя дома. И сразу же, когда она приехала в агентство, ей тоже должны сделать снэпы. Мне в первый день не сделали. Мне сказали, давай подождем немножко, потому что только приехала из Таиланда, и у тебя кожа сухая. И поэтому давай мы сейчас подождем. Честно, меня это немного испугало, потому что до этого у меня такой ситуации никогда не было. Я только приезжала, и мы сразу же делали снэпы. А здесь сказали подождать. И спустя неделю мне только сделали снэпы, и то в понедельник будут повторные снэпы. Поэтому, я не знаю, я хожу, у меня аж трясет. А еще у меня опять проблемы возникли. Я опять не могу спать. У меня опять страшная бессонница, поэтому... Кури под глазами. Какая-то опушность небольшая. Как здесь красиво. Я сняла снэпы, и теперь наконец-то ем. Потому что я вчера ничего не ела перед снэпами. И спала плохо. И сегодня утром ничего не ела. И просто еле дошла в агентство. Я сняла Гоу Си очень-очень быстро. Он меня спросил, когда ты приехала, нравится ли тебе Милан. Сколько ты уже здесь, и как долго будешь здесь. И также откуда я, и сколько мне лет. Это все. Сказал, что я очень прикольно выгляжу. Ему нравится мой стиль одежды. И еще попросил сдавать полароиды. И все, все это обошлось мне в 2 минуты. И следующий кастинг у меня через полчаса. Идти до него пешком 40 минут. Я на самом деле очень-очень голодная. Потому что я встаю очень рано, в 6 утра. И я поела. А сейчас уже пол первого. И я думаю, что мне неплохо было бы покушать. Потому что впереди сейчас только пол первого. А мне за сегодняшний день надо побывать еще в двух разных местах. Обычно, когда у меня проходят снэпы, я потом себя как-то пытаюсь радовать. И поощрять тем, что я немножко недоедала перед снэпами. Поэтому сегодня я решила пойти купить пиццу. Всего один кусок. Всего один кусок? Мне такой кусок дали. Боже мой. Вот это кусок пиццы. Это просто, это целая, целая буханка хлеба. Я в шоке. У меня сегодня, по идее, должно было быть всего три кастинга. Точнее, два кастинга. Два кастинга и тесты. Но тут я пошла на первый кастинг. Выхожу из него. И мне присылают имейл. И еще один. И еще один. И еще один. Господи, бонжорно, мать вашу. У меня сегодня 7 кастингов. А я одела платье. Зачем я одела платье? Женщины, как вы в этих платьях вообще ходите? Оно поддергивается вверх. И мне, я как дебил, хожу, поправляю его. И у меня сегодня 7 кастингов. И просто, помогите. У меня сегодня 7 кастингов. Так получилось, что они очень по-глупому расположены. Именно во времени. Там один кастинг в три. Другой с трех до четырех. Там третий в четыре. С четырех до пяти. Короче, вот такой промежуток маленький. Но сейчас у меня оказалось в два часа свободных. И почти даже от этого кастинга. Ради него целый час сидела ждала. Тут мне говорят, что... Нет, пишут. Прямо, когда я подошла к двери, мне пишут, что... Слушай, кастинг принесли на завтра. И просто... И я такая, ёперный балет. Что делать? И у меня еще час. Я тут сидела час. Смысла домой не хоть нет совсем. И я не знаю, куда мне идти. Я уже пришла домой. Скорее всего, у меня больше не будет ничего. Поэтому я буду очень стараться отдыхать. Почему-то, блин, даже в Милане у меня не получается отдыхать. Проблемы со сном. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему у меня такая страшная постоянно бессонница. И я вот подумала так с вами поговорить. На самом деле снэпы, это такая страшная вещь, которую боятся все модели. Почему? Я не знаю. Даже модели, которые профессиональные, которые международные, постоянно ездят по контрактам куда-то в Европу, либо в Азию, все равно они очень трясутся перед снэпами. Честно говорю, по своему опыту. У моделей, которые работают, у них есть свои маленькие такие секретики перед снэпами. Я уже очень долго моделю, и я все вот эти вот секреты знаю, слышала, пробовала и смотрела на все это. Иногда просто доходит до какого-то абсурда. Понятное дело, что модели, мы люди нежирные. Назвать нас жирными, это какой-то бред. Но все равно у нас, как бы у любой модели есть немножко животик, который выпирает, которого не должно быть. Или, допустим, когда в модели очень много воды в организме тоже. На снэпах ты должна быть идеальная, в идеале сухой, подтянутой, без никаких мешков, выспавшейся, счастливая и вся такая обалденная. Но что делать, когда перед снэпами у тебя резко вскочил прыщ? Или что-то в таком духе? Очень много моделей замазывают покраснение зубной пастой. Знаю, видела, даже пробовала. Также обычно, вот сейчас честно говорю, модели перед снэпами совсем не едят. День или два, а может быть даже почти неделю. Они вообще, когда знают, что когда снэпы, значит нужно не есть. И поэтому все практически не едят и даже не пьют. Но бывают такие ситуации, когда тебе говорят, что у тебя снэпы завтра. А что делать? А ты сегодня, не знаю, сходил, поел, объелся пастой? Или сходил, объелся еще чего-то? Или булочек своих поел? А ты понимаешь, что завтра у тебя снэпы? И сообщили тебе об этом только сегодня. Блин, ситуация, конечно, не самая лучшая. Очень много девочек на самом деле употребляют слабительное. Да, да, такое очень часто бывает. И не знаю, об этом, конечно же, никто не говорит. Но я вам скажу, что да, модели жрут слабительное перед снэпами или перед очень важной съемкой на белье. Тоже очень часто бывает. И я могу сказать, что я тоже это попробовала, потому что иногда, иногда оно помогает. Просто пытаюсь, ну, меньше есть и побольше выпить воды в первой половине дня перед снэпами. Во второй половине дня перед снэпами я просто ничего не ем, ничего не пью. Еще есть такой один маленький секретик. Это выпить бокал вина перед снэпами в тот вечер. Только один бокал, потому что если вы выпьете два бокала, это значит, что вы проснетесь распухшей, будет болеть голова, и это будет выглядеть очень плохо. И вы будете себя чувствовать тоже плохо. Но если выпить всего один бокал, то, ну, организм твой, как бы, он понимает, что он немного отравлен, и он начинает впитывать в себя всю воду. И, соответственно, вы просыпаетесь намного суше. Но если переборщить, то сразу же начинается опуша с лица. Поэтому я вам тоже такое не советую. В принципе, я вообще не советую вам ничего, никак издеваться над своим телом, потому что это все до добра не доведет. Потому что, ну, зачем на самом деле? Просто постоянно питаться, сидеть на правильном питании, и все будет хорошо, и все будет здорово. Но модели, они такие люди, что когда у них есть время, они едят. Модели могут раз в день поесть, модели могут вообще не есть, там, не знаю, сутками потом нажраться. Не знаю, мы очень странные люди на самом деле. Также очень часто я видела очень суеверных девочек на снэпы, которые постоянно из года в год одевают один и тот же купальник, потому что они верят, что в этом купальнике они выглядят лучше. Или они постоянно одевают одни и те же туфли, потому что в них, не знаю, модель выглядит намного круче. Вот, допустим, лично я, я привыкла делать снэпы в белье. Да, я не люблю купальники, мне кажется, я в них не очень выгляжу совсем, а в белье я нравлюсь, как выгляжу, поэтому я спрашиваю агентство, если они не против, чтобы я делала в белье, то я делаю в белье. Очень важно подобрать себе правильный купальник или правильное белье, правильные туфли, чтобы вы выглядели отлично и хорошо. Также я встречала большое количество моделей на своем жизненном модельном пути, у которых просто день перед снэпами, это целый ритуал. Они обжираются углем, или же некоторые устраивают себе, не знаю, пробежки по ночному городу, или идут в зал, или идут в баню, потому что у них в голове сидит, что так им будет лучше. У каждого есть свои какие-то секреты, свои какие-то... Иногда это очень даже бредовые секреты, но они этим пользуются, и они в это верят, что так будет намного круче. Лично у меня особо секретов нет. Первое. Это я делаю снэпы постоянно в белье, потому что я чувствую себя так намного комфортнее, и я думаю, что я так выгляжу комфортнее, но это чисто сугубо мое мнение. Второе. Я стараюсь брать очень высокие-высокие туфли, и не шпильки, а на толстом каблуке, потому что тоже я считаю, что я так выгляжу лучше. Третье. Я постоянно мою волосы с вечера и заплетаю их в такую вот гулю, чтобы они были немножко объемнее. Но я так делаю каждый день, просто потому что мне так нравится, и я считаю, что я выгляжу так лучше. И, конечно же, я не кушаю перед снэпами. Практически совсем не ем. Если я узнаю, что снэпы через три дня, то я день кушаю, два дня не кушаю. Ну, в общем, в принципе, это все такие самые страшные секреты, которые не скажет вам модель, потому что все они хотят выглядеть идеально, и никто не хочет рассказывать своих секретов. Но модели люди странные. Очень-очень странные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok